Всем огромный привет! Сегодня у нас с вами видео на тему заказов с Алиэкспресс. Я достаточно часто делаю заказы на этой торговой площадке и не случайно. Дело в том, что там очень много можно купить интересных товаров по достаточно выгодным ценам. И, честно признаться, уже несколько лет я делаю заказы с Алиэкспресс. Это и одежда, это и обувь, и аксессуары, и очень много разного декора. И, в том числе, кстати, гаджеты для кухни и так далее. И поэтому, если вам интересно, вы можете на моем канале полистать такие ролики, посмотреть. Я на всякий случай ссылки оставлю под этим видео, где делюсь отзывами по прошествии времени о тех или иных товарах, насколько они были качественными. И еще сегодня мы с вами распакуем несколько моих заказов, которые совсем недавно приехали. И, ну, единственное, что, наверное, поделиться сразу впечатлением не обо всех товарах я смогу, но тем не менее. Но самое интересное, я думаю, это то, что сегодня мы вместе выберем несколько товаров, которые я закажу в дальнейшем. То есть, я покажу вам мои интересные находки на сайте Алиэкспресс и те товары, которые наберут большее количество голосов. То есть, в комментариях вы напишите, что хотели бы посмотреть, к примеру, распаковку на вот этот вот товар из указанного здесь. Кстати, у вас также будет возможность оставить ссылки на те товары, которые вас интересуют. И, возможно, мне также удастся их заказать в будущем. В общем, поговорим на тему заказов Алиэкспресс. Ну, собственно, это все, что я хотела вам сказать. Давайте приступать уже к распаковке. Так, я заказала себе пылесос RedKey F10. Я думаю, вы уже видели его на YouTube и на других ресурсах, потому что многие сейчас его заказывают. Я заказала по отзывам, признаюсь, и мне очень понравился он тем, что... Во-первых, здесь этот пылесос снабжен умным датчиком пыли. Ручка его складывается при уборке. Это очень удобно, потому что позволяет избежать слепых зон. Кроме того, он достаточно сильной мощности всасывания. Здесь 23 тысячи паскалей. Есть лампочки специальные, которые подсветку обеспечивают. Они размещены прямо вот в носовой части, я бы так сказала. Как раз вот этой вот плавающей головки. Смотрите, она какая очень сильно поворотная. Это очень здорово, потому что, когда вы прибираетесь, не приходится нигде упираться вот этой ручкой. Это действительно мега комфортная уборка. Далее здесь достаточно легкие ролики. Эластичная разборка настолько, что вы себе не представляете. Все очень легко защелкивается. Все работает как часики. Пластик очень плотный, не хлипенький такой, знаете. Ничего здесь не разболтано. Очень понравилось. У этого пылесоса трехслойная фильтрация. В комплекте есть, видите, дополнительный фильтр. Единственное, что меня немножко смутило, это зарядное устройство. Оно всего, по-моему, на 500 ампер. То есть это немножечко долго. Но зато у этого пылесоса съемная батарея, на которой, кстати, есть индикаторы зарядки. То есть, когда вы ведете уборку. Уборка, кстати, у этого пылесоса рассчитана, если не ошибаюсь, на 40 минут. Это очень классно, потому что вы, например, убираетесь в нескольких комнатах, и у вас индикатор показывает уровень заряда батареи. Кроме того, на самом пылесосе есть специальная панель, которая позволяет управлять мощностью работы этого пылесоса. Для меня это мега важно, потому что есть ворсовый ковер, и его нужно все-таки прочищать хорошо. Я знаю, с чем сравниваю, потому что примерно год назад я заказывала себе другой вертикальный пылесос от другой совершенно марки. И знаете, что вам скажу? Вот у этого пылесоса Red Key F10 мощность примерно 400 ватт. У предыдущего моего вертикального пылесоса всего 150. И знаете, разница ощутимая. Тем пылесосом прочистить хорошо ворсовый ковер практически невозможно. То есть он, конечно, собирает по верхам вот так вот все это дело. А вот так, чтобы прям серьезную уборку провести, это проблематично. Вот этот пылесос практически бесшумный. Он мне так нравится. Он даже по степени шума намного-намного комфортнее, чем мой предыдущий вариант. Здесь удобная вот такая вот штуковина для крепления на стену. То есть здесь также дополнительные насадки для уборки. В общем, я очень довольна этим пылесосом уже на этом этапе распаковки. Я попробовала буквально пару раз почистить ковер, провести минимальную уборку. Но полными впечатлениями я поделюсь с вами в следующем видео. И расскажу обо всех плюсах, минусах и так далее. Но пока первое впечатление очень приятное. Под видео вы найдете промокод на скидку. Обязательно воспользуйтесь. Поверьте, мне вам понравится. Так, я заказала себе вот такую вот электрическую зубную щетку. Она подзаряжается через провод USB. Здесь есть специальное зарядное устройство. Кроме того, эту зубную щетку можно также крепить на магнитное приспособление к стене. Я вам все покажу. Инструкция на русском языке называется. Это зубная щетка O'Clean X Pro Elite. Вроде бы так. И чем она особенная? У того, что у этой щетки есть сенсорный экран, он очень удобный. Я сейчас все вам подробно покажу. Но самое главное, у этой щетки высокая чистящая способность. Здесь вибрации со скоростью 42 тысячи оборотов в минуту. Что помогает очень эффективно удалять зубной налет в промежутках между зубками. И если есть какие-то стойкие пятна, например, бывают на эмале, образуются, вот эта щетка поможет от них избавиться. Она имеет автоматическую регулировку чистоты, что снижает чистоту вибрации в случае чего. Также она помогает вам увидеть на сенсорном экране обратную связь при обнаружении каких-то слепых зон, например. Ну, то есть где-то вы не дотянулись щеткой, не прочистили какие-то области на зубках. Вот все это будет отображаться на сенсорном экране. Кроме того, у этой щетки очень мягкие щетинки. Они заявлены как двунетевые щетинки Дюпонт. Не знаю, на что это влияет, но она очень приятная в плане эксплуатации. Здесь также вам будут рекомендованы безопасные режимы, в том числе для различных состояний полости рта. В общем, я со своим стоматологом согласовала эту щетку. Все замечательно, я буду ей пользоваться с удовольствием. И, кстати, она также помогает решить проблему кровоточивости десен. Так что присмотритесь, ссылку оставлю под видео. Я заказала себе беспроводные наушники и заказала в знакомом уже давно магазине, потому что неоднократно уже здесь покупала колонки портативные себе. Папе покупал на день рождения. Знаете, качество прямо отличное, поэтому вот за этот магазин я 100% могу сказать, заслуживает вашего внимания однозначно. Качество всегда на высоте. Эта новинка в магазине, насколько мне известно, гибридные наушники с активным шумоподавлением. Называются они Apollo Air Plus. И заказала я их не случайно. Мне очень нужны наушники на вечернее время, что называется, когда все домочатся спят. Я люблю посмотреть видео. И чтобы никому не мешать, вот такая вещица для меня просто мега необходима. Значит, здесь какие особенности? Удобная беспроводная зарядка, функция обнаружения в ухе. Это очень классно. Есть также приложения, которые помогут вам осуществлять управление этими наушниками. Из особенно важных показателей для меня конкретно, это до 20 часов работы. Это прям очень удобно. Время подзарядки в среднем 2,5 часа. Вы можете выбрать цвет тот, который вам нравится. Есть белый, есть черный. Я выбрала для себя черный. Версия Bluetooth здесь 5,2. И приводной блок 10 миллиметров. Мне очень нравятся эти наушники. Общий вес, если не ошибаюсь, 43 грамма. Подробнее вы сможете посмотреть всю информацию по тем ссылкам, которые оставлю под этим видео. Потрясающего качества. Здесь очень удобно то, что зарядка идет через USB. Видите, да? Блок легко, все подключается, все компактненько. Мне очень нравятся такие вот гаджеты. Именно потому, что не занимают много места, наверное. Еще здесь, обратите внимание, сколько пар вот этих вот наушничков в комплекте идет. Если быть точным, они вроде бы называются ушные наконечники. То есть, получается 4 дополнительных пары. Они, как видите, различаются размерами. То есть, можно прям подобрать максимально подходящие под ушки. А ушки-то у нас у всех разные, поэтому это мегаудобная опция, на мой взгляд. Значит, что идет в комплекте? Один гарантийный талон, одно руководство пользователя. Кстати, руководство есть на русском языке. Все подробно описано. Вы сможете спокойно все прочитать, ознакомиться и не переживать, что там все на английском или на китайском. В общем, удобненько. Один кабель Type-C. И одна сумочка удобная, потому что хранить их тоже нужно как-то комфортно. При примерке должна отметить, что очень они удобные, мягкие, комфортные, легонькие в ушках. Включаются сенсором. Там вот, видите, пальчик прикладывайте. Там звучит такая приятная девушка, которая говорит вам, что все включено на английском языке, естественно. Очень комфортные, удобные. Рекомендую однозначно. Я буду пользоваться с удовольствием. Поделюсь с вами ссылкой на эти наушники. И, конечно, рекомендую заглянуть в этот магазин в поисках еще других вариантов наушников. Там очень большой выбор. Отличные опции и цены, кстати, знаете, по сравнению с другими магазинами, гораздо-гораздо приятнее. Часто бывают акции скидки. Именно поэтому я неоднократно возвращаюсь в этот магазин за какими-то интересными гаджетами. Обращаю ваше внимание, что заказывала там ранее колонки. Ссылки на видео оставлю. Также, может быть, кому-то пригодится. Я пользуюсь до сих пор. Колонки отличного качества, собственно, как и эти наушники. Итак, а теперь давайте посмотрим, что интересненького я нашла на просторах Алиэкспресс. Первое – это вот такой вот гаджет. Водяной насос для бутылки. Если вы используете бутилированную воду и дома стоит, к примеру, вот нечто похожее, мне кажется, что необходим подобный насос. Он облегчает значительную эксплуатацию. Я давно присматриваюсь к такому варианту, хотя у нас фильтра установлены под раковины. Тем не менее, такой вариант тоже для себя рассматриваю. Далее. Следующий – это такая вот чеснокодавилка или пресс для чеснока из нержавеющей стали. Мне кажется, прям очень удобная вещь. Тем более, цена достаточно привлекательная. Часто вижу вот такие вот органайзеры, полочки-тире. Их используют как для ювелирных изделий, так и просто, как и декор красивый. Видела в Инстаграм также такие варианты. Ну, как бы вот присматриваюсь пока. Напишите, что думаете, как вам вообще такой декор. Можно, конечно, самостоятельно сделать какую-нибудь импровизацию при помощи шпажек и все такое, но все-таки здесь металлический вариант. Далее вот такая вот железная полочка. Для прихожей, мне кажется, очень удобный вариант, когда вот входите домой, да, и ключики куда-то надо положить. Здесь такая достаточно изящная вариация полочки. Далее. Здесь тоже вариант акрилового органайзера. И знаете, чем он хорош? Во-первых, это основа крутящаяся, а во-вторых, ее можно наращивать. Смотрите, здесь есть вариант тройной, двойной, как бы. Ну, мне кажется, для специй прям удобно, особенно если у вас, к примеру, есть какой-то боковой шкафчик, и он не ограничен перегородками, можно вот любой высоты задать такую вот крутящуюся полку. Мне кажется, прям классно. Далее я нашла вот такие вот бутылки для приправ и масла. Она уже идет с диспенсером, как бы. И понравилось то, что здесь она стеклянная. Все вот это сверху металлическое, судя по отзывам. Но, опять же, обратите внимание, что я подборку делала именно вот где 5 звездочек, 4 звездочки. То есть, как бы, как минимум, ну, не меньше 10 отзывов и много положительных. Далее такая полочка трехъярусная. Обратите внимание, она очень похожа на ту, что продается в Икеа. Здесь разница в том, что вот эта полочка с пластиковыми ящиками, я так понимаю, что они съемные. Судя по отзывам, достаточно неплохого качества за свою стоимость. И, да, я прям всерьез присматриваюсь к этому варианту. Не знаю, сколько стоит в Икеа, но явно не полторы тысячи. Да, как бы, я думаю, что дороже будет. Там, конечно, вариант металлический вроде бы, но, тем не менее, как бы, как такой вот вариант для кухни, почему бы нет. Далее полка для хранения подойдет для туалета. Если у вас, к примеру, санузел такой не слишком большой, мне кажется, вариант удобный. Часто вижу в Инстаграм ролики с вот такими вот полочками, где гаджеты демонстрируют из Китая. Мне кажется, прям удобная вещь, если нет скрытых полок. Давно присматриваюсь к металлическим подсвечникам. Знаю, что в Zara периодически появляются. Но здесь вот, смотрите, набор из сразу трех можно купить за 1167. Мне кажется, дешевле, чем в Zara, однозначно. Я там не видела по такой стоимости подсвечников. Мне нравятся вот эти золотистые, но, в принципе, и черный вариант тоже смотрится достаточно интересно. Также постеры. Постоянно присматриваю варианты на Алиэкспресс. Здесь есть все возможные размеры, так что, опять же, присмотритесь. Еще нашла интересную полочку, но металлическую. Очень хорошие отзывы на этот вариант. Есть в черном и в белом цвете. Мне кажется, она классно будет смотреться даже где-то в комнате рядом с прикроватным столиком. Или даже может его заменить запросто. Далее вот такой нужный очень гаджет. У меня сейчас установлена деревянная такая вот штуковина под бумажные полотенца из магазина FixPrice. Но мне кажется, подвесная гораздо более удобная вот такая штука. Поэтому присматриваюсь. Еще вот такая вот полочка для телевизора. Смотрите, она крепится прямо на телевизор. Сюда можно установить Wi-Fi роутер, например, сверху. То есть не нужно придумывать для него какое-то отдельное место. А можно прямо вот таким вот образом закрепить. Смотрите, как удобно. Я давно присматриваюсь к этой вещице. Она вроде, насколько я поняла, металлическая. Если я, конечно, не ошибаюсь. Но, опять же, отзывы хорошие. Размеры разные. Поэтому супер. Такой вот интересный гаджет для полки. Слушайте, меня просто поразило на демонстрации, что здесь два вот таких вот больших 5-литровых бутыля подвесили. И она выдерживает супер просто. Вот. И, опять же, вот маленький такой вариант. Удобно-удобно прям. Присматриваю вот такой вот столик как бы. Здесь вроде пишут, что комплект из двух предметов. Я не очень понимаю, как. Ну, в общем, на лоджии, если у вас, к примеру, узкий балкон или лоджия, и нужен вот такой вот откидной столик. Почему бы и нет? Мне кажется, прям классно. Далее, плетеная корзина для хранения фруктов. Обратите внимание, что можно купить сразу комплект из трех корзинок, они разного размера, за 2,248. Отзывы тоже такие достаточно неплохие. 38 отзывов, представляете? Ну, в общем, я так понимаю, что качество неплохое за свою стоимость. А можно, кстати, по отдельности купить корзины. И смотрятся они достаточно симпатично, на мой взгляд. Вот. Далее я хочу показать вам такой поднос. Я заказывала себе аналогичный из другого китайского сайта. Вот. Он ко мне приехал немножко поврежденный. Но вот на этот поднос здесь хорошие отзывы. Аж 729 отзывов, представляете? Поэтому рекомендую присмотритесь. Дальше вот такие вот подвесы под кашпо. Металлическая вешалка для растений. Также ориентировалась по отзывам. Я бы присмотрела такой вариант, опять же, для лоджии. Но можно, кстати, и дома где-то разместить. Мне кажется, прям очень симпатично, стильно, модно. Корзина. Ручная плетеная корзина для хранения с крышкой из ротанга. Ну, как бы, не знаю, сомневаюсь насчет ротанга. Но смотрится очень классно. Опять же, отзывы есть. И вот такие вот корзинки. Комплект из трех. Но отзывов совсем нет. Поэтому я сомневаюсь. Но если интересно, ссылочку оставлю. Если видео понравилось и было полезным для вас, обязательно поддержите его пальчиком вверх. Подпишитесь на канал. И до встречи с вами в следующих видео. Желаю всем отличного настроения и удачных покупок. Всем пока!